Приветствую всех, дорогие друзья, товарищи, соратники. Вот так начинаю сегодня. Как ваши дела и как всегда, как ваше здоровье, успехи и всё-всё-всё-всё к этому прилагающее. Неделя началась тяжеловато, работа. Ну что делать? Это тоже нужно. Хочу, знаете, что показать вам розу. Ту, которую покупала, помните, знаете, кто смотрел, знает, видео мои смотрели. Эта роза опали листья у неё все буквально. Стала она лысой. И вот, наконец-то, моя роза ожила. Полностью я как бы подстригла её, и пошли новые ростки, и завязались уже в бутоны. Поэтому подкормила, посмотрю, чем ещё смогу ей помочь. Ну, думаю, вроде бы по листьям смотришь, всё в порядке. Поэтому кормлю в стеклянный поддон. Поставила специально. Кормлю с поддоном. Сколько нужно влаги, столько возьмёт. Вот бутончики она уже набрала. Видите? Вот они. Уже набирает бутон. Всё. И такая розочка ожила. Розочка ожила. И будут... Думаю, что розочки пусть небольшие, но расцветут. А то я переживала, думала, ну всё, покупаем, а они погибают. Пока всё держится. Там ещё смотрю цветы. Всё пока держится. Что хочу сказать по поводу... У меня спрашивают. Покажите жёлтую сковородку, покажите. Девчата, на все видео есть обзоры, которые я снимала. Раз есть посуда, на которой я готовлю, значит на неё есть обзор. Поэтому, пожалуйста, зайдите в плейлист, посмотрите видео. И обязательно вы увидите обзор на эту посуду. Потому что я не могу снова её показывать, снимать. Те, кто видели, это уже надоест. Скажут, зачем она снимает снова это видео. Поэтому обязательно зайдите в плейлист и посмотрите все мои видео. Там есть и про огородничество, и про всё есть видео. Старые посмотрите хотите, если есть время. Поэтому ещё раз всем благодарна. Спасибо большое за подписку, за тёплые, хорошие пожелания. Вам желаю этого же вдвойне. Всего прекрасного. Что сегодня? Так, сегодня планировала лаваш пустить в ход с крабовыми палочками, с яйцом. Но не хотят внуки кушать рожки с мясом. Представляете, вчера так готовила мясо хорошо. Сегодня рожки отварили, подлив, всё, не хотят. Поели немного, поковырялись и всё. Ну, дети есть дети, что сделаешь. Поэтому сегодня решила замариновать курицу. Быстро маринуется очень. И на гриле обжарить. И что ещё? Сделать донер. Картофель по-деревенски фри у меня закончился. Картофель по-деревенски. Немножко сделаем быстро, наверное, или на сковороде, или здесь сделаю. Может быть, даже на сковороде. Вот. И всё. В принципе. Сделаю донер детям. Пусть поедят. И что-то, может быть, ещё по ходу придумаю. Как мариную курицу. Это видео всё есть. И даже писали, остаётся ли запах курицы. Зачем вам запах курицы? Запах мяса должен быть вкусный, а не курицы. Должно быть очень аппетитно и вкусно. Я вот две небольшие грудки буду делать. Что сделаю? Это соевым соусом всегда обязательно поливаю. И даёт вкус хороший. Так. Солю. Солю обязательно хорошо. Посолить. Так. Посолим. Обязательно чеснок. Сухой чеснок. Пользуюсь сухим чесноком. Чеснок сухой. Паприка копчёная. И сейчас добавлю ещё разные, что там есть у меня, розмарин. Такое всё. Быстро маринуется, поэтому на гриле обжарим и сделаем вкусный донер. Так. Что я хочу добавить? Немножко куркумы. Добавим. Так. И добавлю, знаете, что? Добавлю имбирь сушёный. И добавлю немножко орегано. Приправы. И, по-моему, есть розмарин. Розмарин сейчас найдём. Розмарин должен быть. Угу. Вот. Немножко розмарин. О, хорошо пахнет. Всё. Немножко розмарин. И хватит этого. Повторяюсь, простите. Так. Всё это мы вот так вот. Вот так. Вот так друг с другом. Помассируем. Очень быстро приготовим. На гриле. Как только замаринуется, немножко пропитается солью, всеми специями. И всё. И можно будет... Ещё добавлю немного. И можно будет жарить. Я люблю соевый соус. Всегда. Именно хороший. Вот этот соус юн самый хороший. Мне нравится он. Именно этот юн. Ну всё. Здесь у нас всё прекрасно замариновано. Специи, чеснок, перец. Всё как положено. Пусть стоит где-то минут 20. Тем временем, что обжарим картофель. Что ещё нужно для донера? Огурцы. Огурцы есть. Немножко можно лука зелёного. Будет вкусно. С сыром, может, захотят. С сыром сделаем. А так курица, картофель. Кто хочет остроту, острота. Ну, короче, покажу по ходу действия пьесы. Итак, это всё убираем. Моем, как всегда чистим. Готовим поверхность к работе. Без вас я пожарила курочку. Сначала взяла на сковородке. Быстро-быстро. И в аэрогриль отправила. Теперь так же с картошкой поступила. Картошка замороженная. Поэтому быстро её на сливочном масле обжарила. На горячей сковороде. Чтобы не шипеть, не шуметь. Вас от этого избавила. И в аэрогриле доготавливаю. Теперь что мне нужно? Огурец. Уже приготовим. Огурец подготовим. Им-то пошумнил. Уже не стало, думаю. Всё готовить. Огурец натираем на тюрочке. Остаток огурца отдадим тем, кто любит огурец. Ибрагим. Ибруша. Кель на огурец. Так, это у нас готово. Плита, конечно, брызг масла марается. Что делать? Всё. Теперь что хочу. Курицу нарежем. Картошка будет готова. Соус сделаем. Вот, в принципе, и всё. Соус обычный. Кетчуп, горчица. Так. Соус у нас обычный. Ничего такого. Это майонез. Кстати, кетчуп. Остаток кетчупа уже остался. Всё. Здесь можно уже его уничтожать. Скажем, Салтанат, вы сейчас опасно открываете. Опасность я люблю. Опасно открываете крышки. Вот и всё. Вроде бы. Здесь у меня остаток кетчупа. Туда же майонез добавлю. Немножко остроты. Остроту, потому что младший не будет кушать. Майонез. Кто-то сейчас скажет, вот такую вредную детям еду даёте. Ничего страшного, товарищи. От всего уберечь никого невозможно. Они без нас будут это кушать. И с удовольствием привелить им. Вы что думаете, они не едят? Едят, конечно же. Когда малыш-то не ходит, а постарше всё равно идёт в музыкальную школу куда-то. Он всё равно заходит и ест этот фастфон. Хотя я готовлю дома. Но всё равно. Вот так вот размешиваем. Всё. И у нас всё должно быть готово. Ещё потрясём немножко. Глазное, чтобы не выпало. Всё. Соус у нас готов. Всё готово. И что? Сейчас будем готовить. Это сюда. Это порежем сейчас. Это убираем. Всё убираем. Лишнее убираем. Картофель тоже приготовился. Всё. Картофель готов. Осталось только нарезать филе куриное. Куриное филе нарежем. И что? И всё. И можно готовить домер. Вот прямо так хорошо приготовилось. Нежное, хорошее. Очень вкусное. Когда так мариную, очень мне самой нравится. Очень хорошее. С пюре, так вообще будет с картофельным пюре. Просто будет сказочно. Кусочек дам. Да, доча говорит, что за вкуснятина. И действительно вкуснятина. Всё. Это подготовили. Вот прям сюда и выложу. Красиво пусть будет. Пусть будет всё красивенько. Так. Картофель также ставим. Подготовили щипцы для картофеля. Всё готово. Ещё одни щипцы возьму для мяса. Всё. Всё, что есть на кухне, я всем пользуюсь, девочки. Всем. Вот так поставить. И так поставить. Вот так. Одену перчатки. Обязательно в перчатках работаем. Когда делаю донер, тако. Тако тоже, наверное, сейчас немножко сделаю с сыром. Там лепёшка другая. Здесь лаваша, там кукурузная. Сырная, кукурузная. Так. Всё. И как в лучших фастфудах. Всё готовим. Гриви чистые, хорошие. Всё. Что делаем, да? Лаваш открываем. Лаваш уже ему несколько, несколько дней я покупала в морозилке, храню. Думаю, что лаваш порежу напополам. Небольшие донеры сделаю. Ножницы у меня кухонные. Не переживайте. Всё чистые. Всё чистые. Всё чистые. Не волнуйтесь. Так, смотрю, уже гриль нагревается. Ох, уже дымит даже. Всё. Что делаю? Соус. Соус. Если будет мало соуса, ничего. Ещё сделаем. Что-то дымит. Что не могу понять. Но открою его. Немного так. Картофель выкладываю. Нету у меня картофеля фри, поэтому будет такой картофель. Ничего страшного. Так, теперь курицу сверху. Соус. Сильно не будем злоупотреблять соусом, потому что всё же считаю, что вредника тоже слишком много. Всё, огурец, можно помидор, но помидор не захотела. Не люблю, не нравится мне вкус нынешних помидор. И вот так я всё заворачиваю. Вот так свернула его. Вот. И всё. И на зажим. Сейчас один сделаю. И второй сразу замотаю. Так, картофель. Дочь и с огурцами нельзя, поэтому ей без огурца сделаю просто курица, картофель. Так, курица. Был зелёный лук, даже не добавляю, потому что боюсь, что не нужно. Вызовет у малыша расстройство. Расстройство. Всё. Вот так с двух сторон. Потом беру вот так. И вот так туго сворачиваю. Всё. На зажим. И всё. Немножко сверху хочу маслом полить оливковым. Будет вкуснее, хрустящее. Теперь из этого. Этот не очень мне нравится. Какой-то край сломан, порван, сломан. Но ничего страшного. Так, картофель. Тоже не буду много добавлять майонеза. Так, в этот, значит, я не буду делать соус огурцы. Не добавляю сюда. Так, берём. Складываем. Вот такое. Поменьше. Так, этот пока убираю. Сюда лоску готовлю. Потому что уже почти готов. Долго не надо. Держать. Сейчас немножко ещё и всё. Пока он приготовится, успею этот свернуть. Курица. И огурцы ей можно. Всё. И, естественно. Соус. Всё. С двух сторон собираем. Сворачиваем. И всё. Готово. Вот такие маленькие. Так, эти готовы. Эти на доску. Это нагреваться. Это сюда. Это на две части. Есть для донера мешочки. Но не буду. Наверное, так будут кушать. Вот такой донер получается внутри. Такой с соусом. Такой внутри. На зажиме. Обжаренный. Так. Это детям. Это нагрелось. Можем ставить сюда. Всё. Маме и дочке. Всё. Я, возможно, и не буду. С зимы закормлена. Тамерлан. Тамерлан. Аппарат. Всё. Оливковым маслом немного. И всё. Для этих принесу мешочки. Всё. Сейчас эти пожарю. Всё. Зятю сделаю. Один. И всё. В принципе. Значит, таку не буду. Если такой сделаю, сейчас захотят. Таку. Такие товарищи. Нам с мамой один наполовину хватит. Так. Это без когутцу. Это дочери. Это мама. Вот такой фастфуд вы можете устроить дома. Не обязательно идти куда-то в кафе. Главное иметь дома необходимое снаряжение, оборудование. Вот. И всё. И такая вкуснятина быстро очень готовится. Если всё есть под рукой, почему бы и нет. Сейчас вернусь. И как бы я не хотела распрощаться с лавашом, всё же лаваш ещё остаётся. Поэтому нужно подумать мне, что я сделаю вообще с лавашом. Так. Остаток. Так. Теперь сделаю донер. Надо остаток не запустить. Острый донер. Я тоже люблю острый. Соуса у меня не осталось. Придётся так. Майонез. И здесь острый соус. Всё нужно доделать. Ничего не оставлять. Всё же есть у меня творог. Что-то сделаю. Хочу всё уже, чтобы не было лаваша. Не нужно. Большой донер получится. Хороший, большой донер. Соуса больше не буду. Ну, то есть майонеза ложить. Вот такой большой будет у нас донер. Всё. Вот так подтягиваем. Края загибаем. И туго-туго подворачиваем. Как бы туда, как будто. Всё. Вот и всё. Готово. С этим сейчас решим. Чуть больше, чем сам аппарат. Всё. Зажим и готово. Но с этими должна поступить. Должна решить, что же мне делать. По всей вероятностям есть ещё остаток по качу. Есть. Уже это точно. Кушать никто не будет. По всей вероятности эти лаваши опять уйдут в холодильник. С ними уже с ними уже завтра, потому что свежая только. Хотя кушать. Если сделаю сейчас, будет просто останется. Итого осталось три лаваша. Всё. Вот такой фастфуд. Фастфуд можно сделать дома. Поэтому готовьте с удовольствием. Пеките, жарьте, варите. Ещё мне писали, я помню, сказали, сода без кислоты не действует. Вообще зачем выложить пищевую соду? А я, насколько знаем, моя бабушка готовила тесто и ложила пищевую соду всегда. Не гасила. Тогда люди не знали, что такое гасить пищевую соду. Поэтому я сделаю тесто на кефире, пищевая сода и просто пресное тесто. Без дрожжей, без ничего. И оно такое было вкусное. Знаете, масло туда и жарили. Сейчас попозже сделаю, приготовлю. Пусть будет в холодильнике. И жарили, знаете, резали такие большие квадратные как бы не лепёшки, а квадраты и серединку. Резали так и жарили. Это было так вкусно. Вот это я хочу сделать. Вот так. Так. Пусть грилится. Всё. Ещё одно тесто, которое раньше всегда в те далёкие годы, когда дети были маленькие, всегда делало это тесто на кефире. Уже много лет не делаю, а то есть его делала моя бабушка. Всегда так. Но кефир был айран домашний. Ну, так как нет домашнего, есть магазины. Поэтому его пить уже никто не будет. Поэтому жалко. Нужно пустить в ход. Ничего из продуктов выбрасывать нельзя. Сами понимаете. Поэтому я не знаю, здесь половина литра, да, ну, пол-литра тут нет, но, наверное, где-то стакана-полтора тут точно есть кефира. обязательно солю. Соли все нет. Вот эту соль, столовую ложку я сюда бросила. Соли нет, есть какая-то гималайская, что ли, не знаю. Так, розовая гималайская какая-то соль есть. Что теперь? Масло я комнатной температуры добавлю где-то, наверное, грамм сто точно. Прям вот такое будет жирненькое. Потому что это тесто будет стоять в холодильнике и будет до завтра. Завтра, наверное, пожарю. Если сделаю как чтобы удобно мне было. До стола у меня уже есть тесто не дрожжевое, потому что дрожжевое постоянно тоже не хочется. И здесь я положу соду пищевую. Кто-то скажет мне сейчас ну конечно в кефире она погасится. Возможно все, конечно, да, кефир гасит соду. Где-то возьму наверное пол чайной ложки соды пищевой. Соли положила. Все, ничего не мешаю. Сюда же загружу муку и буду месить тесто. Мягкое, хорошее, эластичное тесто. Из этого всегда делала, как я уже говорила, резала на большие такие квадраты. Покажу. И серединку резала так полоской и жарила. Было очень вкусное, очень вкусные эти лепешки на скорую быстро готовила всегда. я помню у меня была подруга Ирина и она всегда любила именно вот такие лепешки. Просила, как я делаю этот рецепт. И вот я объясняла, как я его делаю. Тесто в холодильнике ему ничего не будет. Даже если вы захотите сделать пирожки с картошкой, с капустой, с этого теста можно будет сделать. поэтому это можете еще один хороший рецепт себе на заметочку взять. Это тесто уже проверенное. Очень они такие знаете полухрустящие такие как с корочкой получаются. хорошие. Но тесто даю всегда в холодильнике отлежаться. вот так вот сделать. Но давно, если честно, давно уже не делала это тесто. Многим понравилась эта чашка. Она не пластиковая, это фарфоровая, продается в Зетте. Разные такие чашки в Зетте есть. Я там покупала. Эту тоже я покупала там же в Зетте для муки. Поэтому девчонки посмотрите как я уже сказала плейлист на всю посуду, на все, что я брала. Есть обзор, в котором вы можете посмотреть, где я покупала, что, потому что отвечать, знаете, очень тоже сложновато на одни и те же вопросы, поэтому постарайтесь рассмотреть плейлист, найдете, там увидите покупки, закупки, все это. Вот такое хорошее эластичное тесто получается. в холодильнике его отправите, полежит, очень будет хорошее, даже как, знаете, самсы в духовку можно сделать, очень хорошее будет, поверьте. поэтому я не понимаю людей, которые мне пишут все время про эту соду пищевую. Я не знаю, вы что, как, не знаете, что можно соду уложить, не гасив, конечно же можно. Или вы думаете, ну погасили, просто реакция и уже как бы сказать сила соды уже не такая, конечно, будет. А так всегда пропорция к соду можно уложить, если соблюдать правильную пропорцию. Вот такое эластичное хорошее тесто. И еще немножко муки. такое прекрасное хорошее тесто. Вот и все. Вот такое тесто получилось. И даже если пожарите с него чебуреки захотите или в духовку, все это будет прекрасное хорошее. Поверьте мне. Я работаю с тестом уже давно, много, поэтому за опыт жизненный я уже знаю, какое тесто хорошее на вид, какое так, что с чего будет, с чего не будет. Поэтому вот где-то на полтора стакана получается кефира, что мы взяли? Соды пищевой пол чайной ложки, муки где-то три стакана, два с половиной три стакана и соль, все, масло сто грамм сливочного, все. Вот такое отличное тесто получилось. Немножко сейчас полежит, может еще немножко подмешу и все, и уберу в холодильник. Все, зато у меня есть на завтра тесто, если захотим что-то готовить, то уже есть готовое тесто. Пожалуйста, берите и готовьте. Раньше бабушка всегда так готовила, стояло оно, потом она раскатывала и делала лепешку в духовке. Ну, в духовке были от печи же, но такая вкусная, я из-за этого запомнила. Но кефир домашняя жирность другая была, поэтому было очень вкусно. Даже немножко был запах этой соды пищевой, чуть-чуть, наверное, это вкус детства, поэтому может быть так, знаете, воспоминанием. Поэтому назывался табанан. Табанан, таба, это сковородка, нам хлеб. Хлеб на сковороде. Поэтому в мешочек и все, и в холодильник. Ничего с ним не будет, потому что содержит масло, будет хорошо очень наоборот, если он постоит в холодильнике. И творите из него что хотите, жарьте, парьте, что хотите. Хоть в духовочку, хоть что. Хорошее, очень тесто. Так что, на этом все. Всем спасибо за то, что смотрите еще раз, за ваши комментарии, за ваши прекрасные слова и пожелания. Я вам желаю тоже всего-всего хорошего, прекрасного. Готовьте с удовольствием. А рецептов море еще тысячу рецептов, которых нужно сделать. Ну, все хочу сделать эклеры. Показать эклеры всегда хорошо получается, всегда выпекаю. Ход не доходит, но ничего, дойдем. дойдем.